Александр, снова вы? Да, это я точно. Понятно. Какая сегодня новость вас взволновала? А, основная новость? Или бальзам на сердце пролила? Да, новость основная. Завтра прибывает в Киев госсекретарь Соединенных Штатов Америки Блинкен. Что, печенье везет? На родину едет историческую. У него дедушка, дедушка у него киевский еврей. Понятно. Мэр Блинкен. Не с пустыми шурками, наверное, едет. Конечно, конечно. Вагон печенье везет. Да, да, да. Вот эти вот маслину везет. Печенье с маслинами? Это что-то новый рецепт какой-то. Но, понимаете, маслина это как бы по-блатному. Вы не знаете, что это такое? Маслина или маслята? Патроны, да, маслину. Маслята, ну понятно. Не, не маслята, маслина. Маслина, да? Да. Вот ты нашухерила, а теперь маслину получай. Мурка. Не, не слышали? Ну, там другой текст я слышал, как бы, про маслины. Я ничего там не помню из этой мелодии. Не вспомните, да. Ну, вы как там умудряетесь еще детские песни слушать и мелодии какие-то? Откуда вы их знаете? Почему я умудряюсь? Я это с детства помню. Уже как бы детство прошло, я это уже не слушаю. Это уже не моя тема, на самом деле. Ну, это как бы на еврейский манер. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. Почему не выпить бедному еврею, если у него есть 100 рублей? Ну, понятно. Ну, это... Это чисто по-одесски, да. А у вас там как-то там переначали уже. Мурка. Ну, это типа ты же меня пидманула, и там вариаций может быть миллион. Ну, понятно, да. Из большого опера. Я, главное, вариаций много, но чтоб ты же меня пидманула, пели на украинском языке. А остальное там вариаций можно быть много. Или ты казала у недели, ну, короче, а не, из этой темы. Ты казала у недели, поэтому... Ну, как бы вариаций много. У понеделок, там, у середы, там. Ну, как бы, да, да. Я ошибся. Да, скорее из этой темы. Да, 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 да. Значит, ждете бальзам на сердце? Не, ну, как? Вы же понимаете, что... Как вы думаете, здесь же это стратегия какая? Допустим, Россия считает, что Крым это стратегический объект. Что-то там лапшу навешало людям, что они беспокоятся, там, о языке русском, о их благосостоянии, там, переживают за русский мир. А потом оказалось, что это банально. Путин что-то там замыслил стратегическое, понимаете. Ну, хотя это никому не понятно, что собой представляет это, так сказать, какую мощь... Я думаю, это принципиально и не важно. Важный результат. Да, 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 да. Зачем это нужно, как бы, непонятно. Ну, а то, что Украина нужна Америке, как непотопляемый броненосец, я думаю, авианосец, это всем понятно. Не-не-не, я думаю, как раз вы ошибаетесь. Чтоб под богом... Подождите. Чтоб Россия поддерживает, так сказать, врагов Америки. А Америка, соответственно, поддерживает Украину, которая настроена против России. Потому что ей выгодно, чтобы здесь под боком у России была хорошо вооруженная армия, и все-таки нагрузка на НАТО будет меньше. Вы согласны? Ну, вполне вероятно. Но вопрос в другом. Чего? Какая от этого радость Украине? Украина, чем она будет мощнее, я думаю, у Путина будет, и вообще, у вас, россиян, как бы, не будут возникать вот такие мысли о Крыме, там, прочих землях каких-то исконных. Чтобы у вас дурных мыслей в голове не возникало. Вот, скорее всего. Того же не надо никаких мыслей. Все, что нужно, получено. Все уже? Конечно. Достаточно. Достаточно. Я думаю, что да. А что получили, объясните. Например. Что получили? Да. Ну, вот, жителям Крыма... Нет, подождите, подождите. Жителям... Вы спросили, если вам не нравятся мои ответы, это одна история. Я вас спросил, что Россия получила, а не жители Крыма. Мы получили... Мы получили, ну, как минимум, наверное, удовольствие от того, что какой-то части территории земного шара стало хорошо, присоединившись к Украине. У вас что-то оговорки по Фрейду пошли уже, что-то? Ну, вы можете трактовать как вам угодно, это как бы ваше право, что называется. Вы спросили, я вам ответил. Ну, хорошо. Вы сказали, что что-то присоединилось к Украине. Ну, хорошо. Пусть будет так. Нет, я... Так вот... Так вот... Я же вам сказал... Я... Я вам... Я имел в виду то, что... России приятно, что часть территории какой-то земного шара, в частности Крыма, доставили удовольствие, присоединившись к Украине. Ой, к России, к России. Второй раз оговорка по Фрейду. Да, ладно, да. Вы... Вы вот говорите... Да. А где-то в подсознании же понимаете, что Крым все равно вернется, да? Нет. Ну, как, ну... Два раза, два... Вы хотели, ну, да, да, вы хотели, ну... Я хотел сказать... А язык говорит другое, я понял. Я хотел сказать... Хотел, хотел, хотел. Ну, вы можете... Нет, ну, если это вам доставляет удовольствие, раз... Нет, вы третий раз можете сказать, что... Крым принадлежит Украине, я не буду ничего возражать, да. Никаких возражений, абсолютно. Хорошо, хорошо, да. Я вас понял, я вас понял. Вообще какая-то гордость хоть есть или уже пропала? За что? Ну, что Крым пришел в Россию. Гордость в том, что людям подарили свободу и радость есть. А, свобода, да. Но, давайте так... Сначала вот... Свобода, да. Я думаю, что... В России... Гражданам говорить о свободе, это как-то... Вы думать можете все, что хотите. Я не думаю, я не думаю. Для этого есть международная организация, вот, так сказать... Вы думать можете все, что хотите, а вы все волеизъявление сделали, поэтому думайте, что хотите. Важно волеизъявление людей. Понимаете, волеизъявление людей, во-первых, прошло это волеизъявление не по правилам. Не по правилам России, не по правилам Украины. И никто не признал это волеизъявление людей. Это раз. Второе, такие люди были, волеизъявлялись армяне в Карабахе. Их там было много, они волеизъявлялись. А потом, когда прошло 30 лет, пришли хозяева настоящие и сказали, вот вам зеленый коридор и возле изъявляйтесь, вот туда идите на Ереван, стройным шагом, чемодан вам руки и бай-бай. И вот они и пошли. Поэтому, я думаю, что территория Крыма, это суверенная территория государства Украина. А люди, понимаете, это контингент непостоянный. Одни умирают, другие рождаются, одни уезжают, третьи приезжают. Так вот, это так оно будет принадлежать Украине. А вот эти волеизъявлятели, они вот пойдут вот так вот туда, пешком через этот мост, когда придет вот этот час икс. Но он не за горами. Нет, но вы можете думать все, что хотите, но, как я понимаю, аналогия с Карабахом, она мне кажется, неуместна. Почему? Потому что Карабах, это была реально силовая операция, где люди погибали, где были боестолтовения серьезные, где применялось серьезное оружие. В Крыму же люди сами решили, да, им помогли, но там никакого кровопролития не было. Люди сами решили и сами ушли от Украины. Я говорю вам, я вам говорю, что будет там, как они будут уходить оттуда, как армяне. А то, что, подождите, а то, что вот эти вот байки, заговаривания, что они сами пришли, куда-то Крым сам пришел. Вот эти вот разговоры, что Крым ушел, они пришли куда-то, они ушли. Вот это вот, пожалуйста, эти аргументы, берите их и поедете туда в Организацию Объединенных Наций, да, и вот им туда предоставьте. Скажите, что Лавров он лопух, доказать ничего не может. Представитель России в ООН не Бензя, тоже идиот, тоже малоквалифицированный дипломат. А я вот такой товарищ, понимаешь, такой хомячок, приехал, да, вот такой. И начну вам вот доказывать, что что-то там, да, они ушли, да, что-то там они пришли. Ну что, вы это серьезно вот это вот все говорите? Есть для этого международные организации, которые четко дают оценку происходящему. Если они сказали, что это незаконно оккупированная часть территории, значит она незаконно оккупированная. И никакие здесь не клеются, они пришли, они сказали, они что-то там проголосовали. Есть для этого международное законодательство, понимаете? Ну шо им тут кричить? Ну вы же фантазии просто свои высказываете. Будет, будет. Я предлагаю, вы как взрослый человек, я не знаю, живете в миру каких-то иллюзий и фантазий. А я вам предлагаю реально оценить ситуацию, что есть. Вы даже через призму возраста не хотите это нормальное понятие принять. Я вас спросил, у вас даже гордости уже пропало, что вы этот Крым заняли, уже у вас нет никакой... Это ваши мысли, это ваши фантазии. Но все-таки еще довольны пока, да? Ну я же вам сказал, ну как я могу, вот лично я за себя буду говорить. Если такое огромное количество людей приняли решение присоединиться к России, уйти от Украины, ну почему я не должен быть рад за этих людей? Скажите, пожалуйста, а может ли у вас вот определенное количество людей, большое такое, на Урале или в Хабаровске, взять и принять решение, а вот взять и уйти? По закону есть такое? По-моему, у вас это в России, уголовно наказуемое, даже агитация за отторжение части территории России, и то уже у вас есть закон. А здесь вы вот лапшу вешаете, что у вас вот это так, вы такие мудрые, хитрожопые, так сказать, хитровые, а тут вот оказываются лопухи, да? Да не проходит это, понимаете? Это, это, на международном уровне это не воспринимается, вот это вот в туфту, что вы гоните. И потом о вашей гордости, о вашей гордости, что все-таки Краам вернулся Крым в родную гавань. Я сказал, гордости за людей, гордости за людей. Я транслирую свою точку зрения. А у вас какая-нибудь личная есть гордость, личная? Ну, отчасти я, наверное, как-то причастен все-таки, хотя бы отчасти, но тем не менее, я причастен к тем, что люди объявили свою... Я вам еще сказал, что этот лже-референдум, квази-референдум, он никем не признан. Проходил он под дулами автоматов. Пожалуйста, посмотрите интервью Гиркина, который в 2014 году, в феврале месяце, рассказывал, как собирал вот этих странных депутатов Верховного Совета Крыма, собирал туда для того, чтобы они проголосовали там за референдум. Просто собирали их по домам и под автоматами ввели туда на голосование. Почему там не было международных наблюдателей? Почему это за две недели взяли и провели? Почему? Да это все туфта, понимаете? У вас даже в России выборы фальсифицируют. У вас в России вот эти все референдумы по Конституции, которые на пеньках там вот это голосовали. Вот. Даже у вас там вот эти вот фальсификации. А там, тем более в Крыму, во время этого переворота, ходили вот эти зеленые человечки ваши, без шевронов и погонов, и вы мне тут будете рассказывать, что все там прошло чики-чики, все там прошло по закону. У меня только один вопрос вам, вот не кричите только, не кричите. Один вопрос, успокойтесь, не надо так, не надо так кричать. Я понимаю, у вас там такая прямо бульная реакция, море эмоций. Подождите. Скажите мне, пожалуйста, я на вопрос мне ответьте. Что это такое? Ну, что вы кричите? Что случилось? Дайте вопрос вам задать. Что вы кричите? Я не пойму, что там такое? Алло! Алло! Ау! Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, ну, ради бога. Давайте в форме диалога как-то, в форме диалога. Вы мне сказали, что там о референдуме законности. Я вам ответил, что это незаконно, никем не признано. Вы мне что-то тут вот рассказываете. Здравствуйте. Да, добрый вечер, добрый вечер. Как ваше, ничего? Ну, как, ничего. У меня, наоборот, все, все схвачено, все кипит, все чики-чики. Да я вишу. Да, правильно. Вы откуда? С России или с Москвы? Москва и Россия, это разные вещи? Да, говорят так люди в России. Сибиряки говорят так, сибиряки. Меня Руслан зовут. А, без Кавказа, что ли? Почему? Меня Руслан зовут. Вас как? Руслан? Да. Ну, меня не зовет никто, но имя мое Олесь. Олеся. Ся, ся, ся. Не, без буквы Я просто. Олесь. Да, да, да. Ясно. У нас в Украине мужчин, имен мужчин на букву Я нету, ни одного, чтобы оканчивалось. Нету такого. Это у вас они созвучны с женскими. Вася, Люся, Нюся. Люся у нас нету. Люся нету, да? Вася есть. Вася, Василий, Василий. Вася есть. Ну, Василий, Леша, Леха. Аня, на букву Я. Аня есть у вас? Аня, Маня. Да? Да, а, женские? Женские, да. У вас как мужские, так и женские имена заканчиваются на Я. А у нас нету такого на Я. Так, ну-ка, давайте, мужские. Давай. Коля. Толя. Николай. Федя. Анатолий. Это не русские имена. Не русские. Нет, нет, подождите. Анатолий. Николай. Вы же только что сказали, Вася есть, и согласились, что Вася есть, теперь уже Вася нет. Василий. Это просто называют вот так вот, допустим, по-дворовому. По-дворовому, да. Допустим, если вас зовут, как еще раз вы сказали? Назовите мне хоть одно русское имя. Я имею в виду русские имена. Вы знаете русские? Это все греческие имена. Вот это. Да, скажу. Я свою сыну назвал так. Как вы назвали? Лев. Лев Троцкий? Лев. Почему Троцкий? Лев. Так это Лев, подождите. Это же еврейское, по-моему, Лев. Нет, это Иван еврейское. А Лев это чисто русское. Если ты, дурачок, не понимаешь языка и не знаешь, где русское имя, где еврейское, где русское, тогда Анатолий. А о чем ты разговариваешь? Ну, я знаю, что у евреев левые все. А у вас откуда они взялись там левые? Нет, подожди, подожди. Иван это чье имя? Иван и Мария это еврейское имя. Еврейское. Я не знаю, какой дурак вот эту песню пел. Иван, да Мария, да Россия. Правильно. Правильно. Что это за идиот, это пели такие песни? Иван это еврейское имя. И Мария еврейское имя. Может быть, я не знаю. А как по-русски мама будет? Как мама по-русски, скажите? По-русски? Да, мама. Как по-русски? Ну, мама так и есть. Ну, мама это же латинь. Мама, папа. О, мама миа. Это же латинь. А как по-русски мама? У вас нету такого слова? У нас в Украине нэнька. А папа, как по-вашему, у нас тато. А мама как мама? Мама по-русски как мама. Мама. Да, лев. Мама. Лев это кто? Лев я назвал сына лев. Да плевать на этого лева. Я говорю о маме уже пошли мы. Мама. Как быть по-русски? Мама. Вот у вас только, смотрите. Смотрите. У вас только ребенок родился и уже кричит по-иностранному. Мама, мама. Ведь это слово-то не русское. А? Русское. Русское. Ну, аргументируйте. Латинское это или русское? Аргументируйте. Ну, это мама, мама. Мама, мя, мя, мя. Мя, 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 мя. Это чисто русское имя. Ну, если баран бекает что-то там. Мя, мя, мя. Это что обозначает? Ну, ничего. Что ты вот сейчас бебекаешь, то и обозначает, что ты баран. Ну, так откуда я вам спрашиваю, говорю, почему латинское имя себе присвоили? Зачем это слово взяли? Хорошо, ладно. Это вы знали, не знали. Баня почему? Греческое слово баня. До того, где вы мылись там вообще? Баня не было. Греческое слово баня. У славян лазня у нас, у белорусов лазня. У финнов сауна. У турков турецкие бани, хамамы. У Европы там вообще до нашей эры были термы назывались. А у вас почему не было? По-гречески баня. И вы у греков забрали баню. До этого где? Забрали, да. В лужах купали? Купались в лужах? Забрали. В лужах купали. В лужах купали, да. Все. Забрали. Как вы купались? Купали. Наконец-то хоть один сознался, что забрали, оккупировали. А то все там референдум какой-то до крымчанин захотели. Вернули. И вы гордитесь, что вернули хоть? Очень. Скажите, пожалуйста, вам вопрос. Вот смотрите, я, вы вернули, да, я взял вашу жену, оттрахал ее вам, вернул с наебышами, отключил вам воду, электричество. И вы еще этим гордитесь теперь, да? Объясните, в чем состоит ваша гордость? Объясняйте. Все, можно говорить? Конечно. Вы гордитесь, что вам вернули это все дело? Если я возьму вашу жену, попользуюсь, я верну вам с наебышами, и вы будете радоваться. Про жену ты старый пень. Давай, давай, пень, нормально, нормально. Ну и что? Я регулярно оттрахал бы ее, вашу жену. Конечно, она у вас кикимора какая-нибудь, небось, похожа на эту воронежскую Аленушку. Вы не с Воронежа? Откуда вы такой комик? Ты можешь помолчать-то, сказать тебе или что? Ну, ты какое можешь... Или будешь... Ты можешь нормального... Перебивать. Ты можешь сделать нормального, симпатичного человека. Нет. У тебя получится воронежская Аленушка. Вот такая страшная такая. Понимаешь, что ее-то и трахать ее не то, что... А из-за деньги не захотят. Потому что, чтобы ваших баб трахать, это надо выпить много водки. Почему-то у вас алкоголизм. Что вы трезвые, не можете их трахать даже, понимаете? Потому что у вас даже есть такая поговорка. Не бывает страшных баб, бывает мало водки. Так вот вы зальете себе эти зеньки и лезете на эту козу в сарафане. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok